Отчет о развитии физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Одинцова представил заместитель начальника профильного отдела Алексей Воропаев. По его словам, сейчас в этой сфере существует выраженная положительная динамика. Главная задача привлечения населения к активным занятиям спортом успешно выполняется. Мы сделали акцент на проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе для детей и подростков. А также создавали условия для занятия спортом по месту жительства. За 2017 год на территории города проведено более 350 спортивно-массовых мероприятий. Согласно протоколу, количество участников официальных городских мероприятий увеличилось по сравнению с прошлыми годами примерно на 20%. Помимо проведения массовых мероприятий, администрация поселения в течение последнего года занималась модернизацией, ремонтом и обслуживанием спортивных сооружений, сопровождала волейбольные, футбольные и хоккейные матчи разного уровня, развивала работу спортивных школ и секций. На совещании был поднят вопрос оптимизации спортплощадок шаговой доступности. Новые детские комплексные площадки, там и дети, и тренажеры вместе с областью мы ставим. Может я ошибаюсь, конечно, но на спортивных тренажерах особо много людей я не вижу. Нужно нам продолжать устанавливать вот эти тренажеры везде по городу. Я считаю, что на сегодняшний день их достаточно, может быть где-то точечно, в каких-то местах добавлять на это надо. Среди основных задач Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса также значится развитие физической культуры и массового спорта. Помимо этого учреждение готовит муниципальные спортивные команды для областного спортрезерва и участвует в пилотном губернаторском проекте «Эффективное управление объектами спорта «Загрузка». В рамках данного приоритетного проекта ежеквартально проводится работа, то есть что уже было сделано. Было внедрено эффективное расписание на объекты, по возможности была произведена оптимизация штатного расписания, проанализированы отчеты по загрузке спортивных объектов согласно требованиям приказа 44. Ежеквартально также анализируются и предоставляются отчеты по оплате деятельности, по выполнению муниципального задания и планы финансово-хозяйственной деятельности. В 2017 году в волейбольном центре прошло более ста спортивных мероприятий, в Ледовом дворце – более трехсот. Не отставал от них и центральный стадион города. Практически все объекты спортивно-зрелищного комплекса являются технически сложными. Учреждение постоянно улучшает их матчасть. Плюс к этому здесь ведут ряд важных социальных проектов, среди которых детский слэдж-хоккей и секционная работа. Кстати, предстоящая реконструкция центрального стадиона может поставить существование секции под вопрос. Очень большая работа будет произведена по реконструкции с группами спортивными, которые там на сегодняшний день занимаются. Вопросы все сняты на сегодняшний день. Активно ведется работа со спортивной общественностью. Очень много получаем писем и пожеланий, чтобы в рамках реконструкции стадиона не затрагивался теннисный корт, хоккейная площадка. Все мнения жителей общественности учтены. И сейчас этот вопрос прорабатывается. На данный момент сейчас подготавливается комплект документов для того, чтобы отыгрывать строительно-монтажные работы. В этом году запланирована строительно-монтажная работа на сумму 30 миллионов рублей. Это общая сумма и Московской области, и городского поселения Одинцова. В ходе совещания Александр Гусев дал несколько поручений, касающихся благоустройства территории поселения и дальнейшего улучшения работы ливневой канализации. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.